То, что, например, нельзя есть сало, это вам все скажут. И то, что нельзя, скажем, вареники со сметаной есть, это тоже вам любой скажет. А вот то, что лучше телевизор не смотреть, вообще весь пост, это вам не каждый скажет. То, что нужно ограничить посещение интернета только там каким-то получасом, часом, или вообще его исключить для тех, кто не работает в интернете. А есть люди, которые просто маньяки, и они, так сказать, ползают по этим пространству, этой гнусной сети, как бы с утра до вечера, как таракан под обоями, значит, без всякой цели и толка. Абсолютно бесполезно, бессмысленно. Это маньяки, это зависимые люди. Это такая же гнусная зависимость, как пьянство или наркомания. Поэтому нужно обязательно будет отвыкать, отлипать, отсыхать от интернета. Дать глазкам отдохнуть, дать ушкам отдохнуть. Дать отдохнуть голове, в конце концов, душе своей. И в храм Божий почаще ходить. В общем, нужно вступить в подвиг. Каждый, кто как может. Каждый, кто как может. Маленькие по одному, старенькие по другому, семейные по одному, бессемейные по другому, крепкие духом и телом по одному, больные по другому. То есть каждый должен рассудить о себе, поэтому имейте рассуждение о себе и готовьтесь поститься нелицемерно, честно, искренне. Целью поста является вселение Христа в сердца наше. Ощущение от всех наших грехов и радостная встреча в Пасхе Господне. Поэтому давайте готовьтесь, дорогие христиане, и за Великий пост многое изменится в этом мире, потому что многие души найдут чистоту и мир, и покой, и святость в это Великопостное священное время.